А вот юные жители района Карачаева отправились в сказочную страну Зазеркалье. Такой новогодний мюзикл подготовили сотрудники Центра культуры и Досуга Магистраль. Одними из первых постановку оценили дети из малообеспеченных и многодетных семей. Вместе с известными волшебными персонажами они отправились на поиски подарков и одержали победу в борьбе со злодеями. Затем, как это было, наблюдала наша съемочная группа. А вы в самом деле жный кот или притворяетесь? Ну ведь коты не умеют говорить. Это обычные коты, не умеют говорить. Но мы-то находимся в необычном месте. Мау. Разве? Оглянись вокруг. История путешествия в Зазеркалье известна многим традиционно. Герои делятся на добрых и злых. А их противостояние обязательно должно завершиться в пользу добра. В противном случае Алисе никогда не выбраться из Зазеркалья и тем более не встретить Новый год дома вместе с бабушкой. Эти дерзкие девчонки хотят завладеть всей иллюзией, включая ваши облака. Как это? Они спешат, чтобы уничтожить вашу облачную машину. Мою машинку! Вернуться домой не так просто, как кажется. На своем пути Алиса встречает различных сказочных персонажей и переманивает их на сторону добра. Ведь только так можно выбраться из плена. Ой, скорее! Ну что вы стоите? Новый год уже наступает. Дедушка Мороз, поздравляй, ребят! Уже спешу! Пусть посетит вас удача, пусть вдохновение придет, пусть ваша жизнь станет ярче в новый начавшийся год. Деда Мороза всегда ждут с особым нетерпением. Для него самые маленькие жители района учат стихи и стараются прочитать их всем, кто только попросит. А заботливые родители следят за тем, чтобы новогодний наряд их малышей был ярким и заметным. Здесь послушные мы были. Мы старались, чтобы мы так скорее пускай придет, чтобы праздник в Новый год. Всю неделю жда Деда Мороза очень жда. Мне окно смотреть, не лень, жая, пасеком дыша. Наконец-то ты пришел, наконец-то ты нашел. Можно поча мне потрогать. Дети постарше к приходу новогоднего волшебника готовятся по-своему Дедушке Морозу. Они пишут письма. А в преддверии праздника ждут исполнения самых сокровенных желаний. Хочу всего хорошего в Новом году, счастья, радости, чтобы было все хорошо в семье. Дед Мороз нам подарки принес, будет нас радовать. Получить заветные подарки оказалось тоже непросто. Сразу после спектакля дети пустились в авантюрное приключение. Сказочные персонажи помогли малышам преодолеть все препятствия на пути к поиску подарков. Они вместе пели, танцевали, разгадывали шарады и загадки. Мария Федорчук, Татьяна Стофеева, Гарник Маргарян, Служба новостей, Импульс.